С сегодняшнего дня в четверти всех маршрутных такси города запущена новая система, которая будет действовать наряду с просьбой «Передайте, пожалуйста, за проезд и звоном наличных монет». В этот же день состоялась первая забастовка водителей – компания «Рязань Трансавто». Причина – недовольственного введениями, которые никто с ними не обсудил. Какова заработная плата водителя маршрутки? Восемьдесят. 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 Минималка по договору. Это официально. А ваш руководство с вами уже разговаривал по этому поводу или нет? Нет, никто не разговаривал. То есть вас просто принудили все? Обязали, принудили и все. Не советуются, не спрашивают ничего. Если они не отметили завтра, они не будут и езжат на линии. У нас на каком мнении наше не сможет. Мы как сестра бы и будем под их. То есть деньги мы видеть не будем. Нам машины ремонтировать надо, нам заправляться надо. Нам кухать надо. Конечно, за свой счет. Не за счет организации. Нет, заправляйся за свой счет. Это ремонт. Меропоток очень большой. Для произведения необходимых расчетных операций на остановках придется стоять по несколько минут. Это, по мнению перевозчиков, приведет к пробкам и возможным аварийным ситуациям. По словам водителей, пока что они хотят решить вопросы мирным путем, выйдя на диалог с руководством. Но если директор Рязань Трансавто не пойдет навстречу, маршруты 47, 49, 73, 77, 85 и 88 будут вынуждены прекратить свою работу. Некоторые уже воплотили акцию протеста в жизнь. Есть ряд водителей, которые недопонимают, которые сегодня решили не выйти в рейс. Но это не очень большой процент на самом деле. Просто сегодня 1 июня и сегодня совпал еще этот день с тем, что вступил в силу отдельное положение закона о безопасности дорожного движения, которым предполагается запрет использовать водителям свои водические удостоверения, полученные в иностранных государствах. У водителей требование одно – отменить систему, в которой никто толком не разобрался. Недоумением у маршрутчиков вызывает и тот факт, что на безналичный расчет перевели только представители Рязань Трансавто, в то время как остальные перевозчики эту идею не воплощают в жизнь. Мы работаем с остальными перевозчиками уже на протяжении пяти месяцев. Подобная работа проводится. К сожалению, она немного затягивается. И поэтому предполагается, что совсем в самое ближайшее время произойдет поэтапный переход всех перевозчиков. Когда на базу, где водители ожидали разговора, прибыл директор Рязань Трансавто, первое, о чем спросили у него водители маршруток, это каким образом они будут обслуживать весь пассажиропоток в часы пик. Развернулась дискуссия. А ради экспериментов в четыре утра берите машину, садитесь до восьми, вечер до девяти отработайте и посмотрим, какой вы будете эксперимент, как вы будете в конце смены чувствовать. Так я вот вам рассказываю. Ради эксперимента эту систему мы тестируем уже полгода. И на газелях тестировали, и на пежо, и на фордах, и на автобусе новом. И водитель прекрасно успеет. На вопрос, почему другие перевозчики не переходят на безналичную систему расчета, Громов ответил, что все упирается в стоимость аппаратуры, слишком дорого. Однако у Рязань Трансавто такая возможность есть. Он подчеркнул, что продал свою машину, чтобы всех обеспечить этим аппаратом. Однако на вопрос о том, как будут распределяться средства, которые поступят в ходе безналичного расчета, Громов случайно проговорился. В первую очередь пойдут на погашение долгов за приобретение оборудования. При этом, по словам водителей маршруток бесплатно, они не могут на базе даже воды набрать. Стоимость услуги составляет 10 рублей. В первую очередь пойдут на погашение долгов за приобретение валидаторов. Куда деньги идут? А куда сейчас идут наличные деньги? Несмотря на то, что вы купили людям вот эти вот валидаторы, вы эти деньги потом отобьете, да, за счет? То есть все-таки не за свой счет, а за счет, получается, этих панкей. И точно так же, как ассальные будут работать потом? Нет. Во время дискуссии Громов настаивал на том, что для водителей маршруток при переходе на новую систему расчета не поменяется ничего, только увеличится пассажиропоток за счет льготников. Директор отметил также, что если водители не устраивают такое положение дел, то он никого не держит. А в администрации города нас заверили, что транспортных коллапсов, если маршрутчики откажутся выходить на маршруты, не будет. Проблема, она будет решаться в любом случае путем дополнительного выпуска подвижного состава автоколонны 1310 по тем социально важным маршрутам, которые практически на 70% дублируют коммерческие перевозчики. Кроме этого, они и другие маршруты, на которых сейчас не установлен особ, они также дублируют те маршруты, на которых установлен особ. Поэтому те водители, которые решили не выйти на маршрут, ну из-за того, что может быть им что-то непонятно, неясно, они просто теряют свой доход.